всем здравствуйте всех вас рад видеть на моем youtube канале на моей небольшой разводник очень давно не было таких больших видео в основном видео дел коротенькие шорты или как называют шорты ну вот будем надеяться хотя бы раз в неделю буду для вас делать видеоролик сегодня будет обзор разводник покажу что сейчас на разводник происходит какие рыбки и трудности я испытал в жару но у нас еще жара продолжается в общем как говорится обо всем по порядку давайте начнем обзор суд этой стойки хотел бы начать с нерестовиков посмотрите залил вчера нерестовики буду пробовать нерестить радостому со здесь вот будет одна вода по два буду делать здесь другая здесь третья буду экспериментировать потому что радостому со у меня пока не получается да плохо разводится здесь совсем другая вода потом я вам скажу о результатах но скорее всего это будет все в коротеньких таких шортов ну еще мне тернецу надо будет посадить тернецу но вот только потихонечку начал нерестить не знаю как там будет дальше получаться но пока результата по тернецам не очень возможно из-за жары потому что здесь ну под 30 на разводник доходит в аквариумах это довольно таки жарко давайте перейдем к рыбкам значит здесь панды но их плохо будет видно они заболели скорее всего из-за перепада температуры но я уже их подлечил был на них такой белый налет все в белом налете были чуть-чуть потерял я немного где-то две-три штучки но быстро среагировал добавил биокнок двоечку и троечку ну и все нормально стало естественно после подмена обязательно любое лекарство добавляете подменить надо чутка вот столичка я слой где-то 20-30 процентов свежий долил и лекарства добавил ну и вот они начали видите не листится но часть скушали это уже радует значит здесь у меня в этом аквариуме сегодня буду еще и сифонить везде дно анцитрусы но анцитрусы вот этот выводок очень слабенький очень много погибает здесь видите уже потихонечку на трубочник перехожу ну и здесь тоже не знаю видно или нет погибший тоже есть так идем далее здесь покрупнее анцитрусы в основном вуалевые анцитрусы из такого же размера потихонечку продаются вуалевые анцитрусы спрос хороший здесь видите разных размеров видно здесь только темный но у меня есть и светлый тоже на них посмотрим сейчас как бы пройдемся по вот этому ярусу тернеция мальки такие большенькие уже скоро их будут пересаживать в аквариум большой уже готовлю аквариум потихонечку здесь тоже тернеция но чуть-чуть поменьше вот это тернеция послабее чем это связано не знаю очень слабенький малек здесь вот посильнее малек немного такой более крепенький здесь коридоры саджули тоже болели тем же самым был такой вот белый налет тоже были небольшие потери ну и вот коридоры саджули немного себя как-то чувствует не очень после вот добавление лекарства но тоже оклемались они уже и налета белого нету делаю вот подмены у них раз в недельку болели они примерно ну вот неделю назад вот так булькает артемия кстати про артемию просили ролик сделать как вообще выводить ее как добиться хороших результатов по артемии я сделал об этом видеоролик очень много в интернете смотрю роликов про артемию ну и такое ощущение что люди довольно таки долго занимаются артемии ну и не экспериментировали совсем именно с артемией как вылупляется вот этот рачок тоже об этом сделаю видеоролик здесь у меня бочоночки видите какие они красивые ну и здесь тоже из-под них вот выходит 50 на 50 50 простые 50 такие бочоночки ну и анцитруса естественно здесь посмотрите анцитрусов довольно таки много вообще у меня сейчас анцитрусов много вот здесь уже вуалевые пошли анцитруса здесь видите вот они светлые вуалевые анцитруса наконец-то есть даже белые на белые уже заказы прям мне оставь мне оставь ну я забываюсь и честно поэтому говорю ну кто успеет тот и возьмет ну возможно они сейчас белые когда подрастут будут вот такие желтоватые но они прям вот там отличается на дальнем плане если посмотрите прям такой белый анцитрус белый анцитрусу тоже красивый но здесь тоже есть умершие вот как раз посмотрите тоже вот белый анцитрус там побелел уже все трупик такой но здесь мало было падение и это конечно же радует в этом аквариуме пандочки подрастают возможно весь выводок оставлю себе но возможно продам здесь еще анцитруса часть я продал но здесь такие чуть-чуть побольше ближе на два с половиной сантиметра ближе к трем сантиметрам тоже в розницу продаются но слабо сейчас очень жарко не такие большие сейчас заказа на рыбку но здесь тернеция покрупнее тоже малек был очень слабенький вот немного осталось личинки было много вот малька посмотрите здесь осталось немного вот здесь коридороса джули подрастают посмотрите такое довольно таки приличное количество водичку приходится менять здесь у них довольно таки часто через день меняю воду фильтр промывают два раза в неделю иногда забываю иногда раз в неделю промывая фильтр здесь анцитруса ну так наверно будет видно надо будет сортировать потому что здесь есть и простые нужно будет отделить но вуалевых здесь побольше ну а здесь посмотрите как подросли светлые вуалевая анцитруса Есть тоже и простые Скоро буду сортировать Ну и уже потихонечку можно будет продавать Они уже приближаются к 3 сантиметрам Ну и все Можно будет уже Тихо-тихо их Начинать продавать Анцитрусы светлые Очень красивые Ну и я конечно же рад Что теперь у меня есть Светлые вуалевые анцитрусы Так идем далее Здесь вот речи плавает Я ее разделил кстати Ну и вот в основном Здесь все карациновые Кстати минор Я сажал на нерест И ничего не получилось Возможно тоже жарко В этот раз тоже хочу посадить Хотя бы Парочку пар посажу Ну и здесь вот растения Растут плохо потому что свет Я сейчас не включаю Как они еще не умерли Эти растения я не знаю Смотрите петушок красавец Тоже здесь вот минор Это уже мой выводочек Тоже возможно себе оставлю Ну и оставлял я себе филамен Так вот Сверху выглядит этот аквариум Здесь кстати я пересадил Вуалевый анцитрус Самец Ну и самочки здесь у меня темные Пока темные Потому что буду ждать Когда вот эти вот Анцитрусы подрастут Оставлю себе Светлых Ну и там уже буду выбирать Ну и здесь есть икра Здесь есть икра Здесь кстати температурка Попрохладнее Выше 27 Внизу Не поднималось Даже возможно чуть-чуть поменьше Здесь были анцитрусы Все продал Здесь сейчас По-моему один анцитрус остался Я не смог его поймать И вот Самец попугайчик Посмотрите какой Огромный Ну и в леснере тоже растет Все отлично Далее идем Вы посмотрите как они смотрятся Вот эти светлячки Вот эти вот неончики Кормлю их только трубочником Вот Поэтому чуть-чуть они как бы бледноваты Я заметил вот Как только переходят они на сухой корм То сразу Цвет начинает набирать Прямо вот красный, красный, красный Ну или мне так кажется Возможно ошибаюсь Но мне так кажется Что вот трубочник как бы чуть-чуть Немного Он росту дает Росту он много дает Но вот немного он убирает Как бы Вот эту красноту что ли Ну пока по неону у меня Не такие большие наблюдения Возможно их раньше надо переводить На сухой корм Там Тетрамин Тетродискус Серовские корма Аллер И все будет замечательно Тоже со временем Поэкспериментирую Посмотрю Сейчас они пока только Трубочник Не едят Ну и в росте Они прибавляют Замечательно Растения Как я вам говорил Растут плохо Свет вот Включил Чтобы видео снять Иначе температура Сразу побежит вверх Здесь я В основном Коридороса джули Сделаю шорс Как они кушают У них здесь Довольно таки много Также есть анцитрусы Анцитрусом по-моему Здесь Ничего не перепадает Ну так же Неончики Там И вот Криптокарина Пошла Посмотрите Которая пропадала Вся После подмены Она как бы пропала Я забыл Как она Антопагнитон Какая-то Большая Большое Там такое название Узнает более точно Напишите Но Криптокарина Очень красивая Кстати Здесь Где-то Вот В углу Там Если видно Тоже Пошла Криптокаринка Тоже пропадала Я ее посадил Просто в корешок Ну и вот Растет Давайте Перейдем на этот стеллаж Здесь Посмотрите Очень много Пустых аквариумов Здесь Все продал я Анцитрусы были Крупные Средние Тернецы Все распродал Помыл его Он высох Залил водой В этом аквариуме Совсем Немного Осталось Черного Неона Причем Я его Оставлю себе Здесь Много Бракованного Черного Неона Таких Я не продаю Где Немного Видите Жаберная Крышечка Так Прикоднята Ну Считается Брак Я их Оставлю себе Красный Неон Такие Покрупнее Здесь Ну и Видите Здесь уже У него Так цвет Чуть-чуть Поярче Я вот Совсем Недавно Перевел На сухой Корм И сразу Он начинает Набирать Цвет Здесь вот Посмотрите Бледные Неоны Эти Неончики Болели Я им Добавлял Лекарства Ну и Вот сейчас Ну Не умирают Они Падежа Нету Ну Какие-то Бледненькие Посмотрите Хотя Все нормально С ними Все хорошо Ну Возможно Почащина Нужно делать Подмен воды Здесь Сейчас Когда Жарко Тоже Видите По неону У меня Опыт Небольшой Даже Я не смог Определить Что была За болезнь Просто Вот Какие-то Вяленькие Вяленькие Были Вот так Не плавали Где-то Вот В одном Месте Стояли Ну Вот Удалось Спасти И Конечно Я этому Очень рад Неона Посмотрите Довольно Таким Много Буду Его Переводить На сухой Корм Чтобы он Чуть-чуть Цвет Набрал Здесь Пустой Аквариум Тернеция Была Всю Ее Продал Идем Далее В этом Аквариуме Посадил Сюда Дополнительных Самочек Малька Здесь Сразу Поприбавилось Здесь Еще Посмотрите Есть Крупные Цитрусы Тоже Скоро Буду Продавать Кто-то Меня Просил Там Хочет Кровь Подмешать Ну Вот Как раз Будут Крупные Цитрусы Мальков Нужно Отсюда В срочном Порядке Всех Выловить Ну Здесь Немного Осталось Желто-черных Малинези Очень Тоже Видите Ну Сколько Здесь Наверное Штук Десять Погибло Тоже Очень Конечно Было Жаль Ну Здесь Тоже Температура По Тридцать Доходит В этом Аквариуме Посмотрите На вот Эту Красоту Давайте Чуть Вот Додвинуть Вот Они Советские Сомики Я их Называю Сомики Из СССР Таракатумчики Очень Живучие Сомики Было Здесь Ну Такое Приличное Количество Этих Сомиков Ну Осталось Здесь Не так Много Практически Практически Всех Распродал Сколько Здесь Ну Штук 60 Наверное Остались Где-то 5-6 Посмотрите Сантиметров Да Ну Есть Чуть Поменьше Где-то Сантиметра 4 Тоже Есть Но Сомики Красавчики Очень Нравятся Мне эти Сомики Одни Из Любимых Моих Аквариумных Рыбок Такие Сомики У меня Ну Были С самого Начала Когда я Начинал Свой Путь Аквариумиста Вот Эти Сомики Уже Тогда Были Таких Всегда В аквариуме Жило Один Или Два Сомика Таких Больших Трубках Давайте Сейчас На этот Стеллаж Перейдем Начнем С нижнего Аквариума Посмотрите Сколько Тернец Я себе Оставил Естественно Они Здесь Продаются Часть Потихонечку Есть Заказы У меня Вот На воскресенье Есть Заказы Тоже Повезу Как говорится На продажу Рыбастиков Как раз Вот Тернец Повезу Барбусов Здесь Чуть Осталось Также Вот Видите Пельвики Я их По разным Аквариумам Попугайчиков Рассадил Ну Чтобы Они Не дрались Пустой Аквариум Практически Вот Всех Тернец Я продал Ну Здесь Чуть Осталось Здесь Тоже Как вы Помните Очень Много Тернец И Надеюсь Температура Сейчас Упадет Чтобы Можно Было Побольше Тернец Не листить Ну И Как я Вам Сказал Почему-то Личимка Сейчас Очень Слабая Неон Посмотрите С этого Аквариума Я Только Вот Вот Начал Продавать Потихонечку Такие На Неоны Сейчас Очень Хорошие Скидки Ну И вот Жара Спадет Тоже Я думаю Этот Весь Неон Будет Продан Хотя Неона Сейчас Довольно Много Вообще На Рынки Но Крупный Неон Всегда Хорошим Скроссом Пользуется К тому же Это Подростки Такие Крупные Ну И Здесь Пельвики Немного Здесь Кстати Где-то Еще И Анцитруса Есть Давайте Перейдем Один Из Самых Таких Красивых Аквариум Как Здесь Вообще Растения Растут Я Не знаю Здесь Света Вообще Нет Посмотрите Какой Он Заросший При том Что Я Здесь Подрезал Что-то Лишнее Убирал Но Все равно Растут Растут Довольно Хорошо Ларикарии Здесь Также Здесь Один Самец Остался У Альван Цитруса Видите Самочки Простые Одна Самочка Кстати Супер Ред Отнерестились Малька Вы видели Уже Пожалуйста Только Сухой Корм Дает Ну Конечно Разный Сухой Корм Смотрите Как Горит Красный Нион Ну И Родостомусы Конечно Шоколадочки Такие Сладенькие Плавают В таком Аквариуме Конечно Они Смотрятся Ну Очень Красиво Можно Любоваться И любоваться Сядешь Так Иногда Есть Немного Времени Поразглядываешь Все Полюбуешься Ну Не Будем Долго Задерживаться В общем Здесь И растения Растут Хорошо С чем Это связано Я не знаю Но я вот Утром Кормлю Свет Включаю И вечером Тоже Вечером Часа Ну На три Наверное Свет Включаю Далее Идем В этом Аквариуме В основном Барбусы Здесь В основном Разные Виды Барбусов Ну Вот Таракатунчики Гиганты Попугайчики Здесь тоже Есть Ну Этот аквариум Скоро Не доходит Никак Руки Будет Полностью Переделываться Уже Не стал Трогать Вот Жара Делаю Только Подмены Губки Мою Ну И все Пока Лишние Движения Не хочется Делать Дабы Чтобы Ну Рыбки Не навредить Ну А также Здесь Будут Очищены Некоторые Вот Растения Есть Прям Покрылись Водорослями Неблагоприятными Водорослями Нужно Будет Тоже Очищать Скорее Всего Это все Буду Делать Вот В лимонной Кислоте Все чистить Тоже Посмотрим Что потом В итоге Получится Так Здесь у нас Ну В основном Здесь Крупные Подростки Коридоров Джули Также Здесь Вот Клинышки Плавают Клинышек Тоже Скоро Посажу На нерест Там Уже Посмотрим Что Получится Но Это Ближе К осени Так Давайте Немного Сейчас О грустном Посмотрите Здесь Такой Хаос Все Стоит Здесь Кстати Тоже Давайте Тернецу Посмотрим Здесь Тернецей Побольше Ну И чуть-чуть Вот Личинка Посильнее Чуть-чуть Посильнее Знаешь Здесь Что Пришлось Еще Отодвинуть Я Уже Задвигать Хотел Этот Стеллаж Ну Нет Повесил Видите Покрасил Повесил Батарею То есть Я ее Снимал Мыл Она Тяжелая В одного Это все Делать Тяжести Спину Надрывал Перевешивал Эти Петли То есть Переделал Чтобы Расстояние Было Теперь Мне снова Их Переделать Надо Уже Все Подсоединил Практически Уже Думал Задвину И все Но нет Там Опять Открутил Где-то Что-то Нужно Будет Сейчас Ниже Делать Ну Вообще Она Батарейка Еще Должна На сантиметр Отойти Сюда Чуть Сейчас Одной рукой Не смогу Я Задвину На сантиметр Отойти Ну И примерно Вот так Как раз Поток воздуха Вот так Через низ Будет Уходить А это Теперь Мне ниже Надо будет Вот настолько Сдвигать Впритык Практически До пола Она дойдет Здесь Буду Долбать Скорее всего Траншейку Такую С чем Это связано Ну Она у меня Получается Самая высокая До нее Еще будут Там батареи Стоять Ну И вот Хотелось бы Чтоб Практически Все вровень Были С теми Которые Будут До нее Стоять У меня Тупиковая Система Отопления Будет Ну И вот В этом Плече Хочется Чтоб Все батареи Примерно На одном Уровне Были Ну Возможно Допустимо Там Ну 5 сантиметров Разбег Это еще Нормально Так что Буду Переделывать Что теперь Опять Ждать Когда Вот Чуть Хотя бы Там Дни Были Когда Жара Спадала Но Я Вот Все Это Проделывал В общем Немного Так Подрастроился Ну Думаю Что Все нормально Будет Здесь У меня Видите Свет Выключает Такое Вот Оборудование Подключаю Ну И Работает Здесь 60 ампер Небольшой Тоже Скоро Буду Что-то Думать Но Это Не Дело Потому Потому Что Надо Чтобы Это Все Автоматически Переключалось Ну Все Это Уже Как Говорится В Процессе Изучения Ну И Давайте На Последние Стеллажи Перейдем Посмотрим Что У нас Здесь Тоже Происходит Начнем С Фермы Для Анцитрусов Мальки Здесь Рождаются Постоянно Я Даже Вот Трубки Поставил Чтобы Стояли Чтобы Они Туда Не Залазили Потому Что Ну Нужно Отверстие Внизу Делать Чтобы Потоп Как Был Воздух Но Они Все Равно Нерестятся Тоже Скоро Буду Эту Ферму Перебирать Всю Надеюсь Что Видео Тоже Сделаю Вам Покажу Потому Что Хочу Каких-то Анцитрусов Отсюда Убрать А Каких-то Добавить Далее Здесь Попугайчики Были Помните Уже Всех Продал Жду Нового Нереста Самочка Самец Посмотрим Будут Нереститься Нет Ну Уже Начинает Такое Ощущение Готовиться К нересту В этом Аквариуме Здесь Яролаш Тернеции Самцы Ларикарии Также Неончики Здесь Все нормально Растения Тоже Растут Очень Плохо Ну И Здесь Самочки Которых Я нерестил Вот Они Здесь Кито Отнерестились Кстати Одна Самочка По-моему Не Отнерестилась Ларикарии Здесь Тоже Кстати Нерестятся Но Я Не Забираю Ни Икру Мальки Если Есть Ну Что Будет То Будет Родостомас С Этого Аквариума Здесь Смотрите Вот Они Тоже Скоро Будут Сажать Нужно Разделить Самцов От Самок Нужно Самцов Вот Сюда Пересадить А Здесь Оставить Самочек Здесь Посмотрите Какие Есть Это Вот Из-под Этих Неонов Они Сюда Они Плывут Гигантские Неоны Красные Самочка Такая Под 5 Сантиметров Смотрите Какая Это Ну Через Камеру Не Передать Большие Неводы На самом Деле Растут Только Вот Анубиусы Вот Эта Криптокарина Тоже Без Света Посмотрите Что Помните Какая Здесь Шапка Была Все На Весь Аквариум Вот Ну Свет Если Включать Ну Тогда Иначе Будет Здесь Вообще Температура Зашкаливать Ну И В этом Аквариуме Смотрите Здесь Тоже Есть Тернеции Их Тоже Буду Сажать На Нерест Также В основном Здесь Меченосцы Меченосцы Есть Очень Красивые Я Уже Несколько Себе Выбрал Меченосцев Выберу Еще У нас Кстати Сильно Взлетели Цены На Меченосцев Санта Клаусов У меня Вон И Вилочные Есть Тоже Теперь Думаю Себе Оставлю Очень Красиво Они Подросли И Когда Мелкие Были Такие Невзрачные Кирпичики А сейчас Цвет Набирают Такие Прям Красные Горят Так что Здесь Тоже В этом Аквариуме Кстати Есть Падение Малинезе Малинезе Старенькие Меченосцы Мелкие Я всех Сюда Добавляю Но Есть Некоторые Не Выдерживают Или Температурки Ну Или Забивают Малинези Старые Давай Посмотрите Ну Я Оставляю Себе Пусть Живут Так В этом Аквариуме Тоже Очень Много Меченосцев Здесь Погибло Здесь Самый Жаркий Аквариум Вот В этом Месте Здесь Выше 30 Поднималась Температура Ну Вот С Коридорусами Все Нормально Все Отлично А вот Меченосцев Здесь Немного Осталось Я себе Черных Меченосцев Поставил Ну Наверное Штук 5 Черных И Красных Наверное Штук 5 Здесь Погибло В этом Аквариуме Тоже Подростки Голубого Неона Как раз Они уже будут крупными К сентябрю К Сезону Ну И буду Потихонечку Продавать Сейчас Они продаются Но Очень слабо Очень слабо Будут продажи И то я Если делаю доставку То рано утром До 9 часов Пока Вот Температура Минимальная Ну Здесь Тоже Есть Коридорусы Джули Анцитрусы Есть Крупные Тоже Их Скоро Буду Всех Вылавливать Ну И продавать Потихоньку Ну И конечно Тетра Фон Рио Начал Кормить Сухим Кормом Алером Ну И пока Они Красноту Не набирают Ну Наверное Тетра Дискус Надо Добавлять Что-то Такое Немного Чтобы Они Потихонечку Набирали Цвет А то Такие Бледноватые Они Ну Тоже Потихонечку Но Продаются Потому Что Когда Вырастают Они Красивые Становятся А это Они Пока Еще Малечки Так что Вот Такой Вот Был Обзор Надеюсь Он Вам Понравился Буду Тоже Стараться Делать Видео Ну Как Это Будет Получаться Не Знаю Потому Что Как Только Погода Чуть Чуть Снижается Ниже 40 Там 35 У нас Скоро Обещает И опять Буду Заниматься Батарейкой Чтобы Стеллаж Сдвинуть Мне Уже Аквариум Нужны Будут Тернецию Нерестить Там Барбус Еще Просит Тоже Нерестить В общем Есть Заказы Как Говорится Нужно Работать Но Работать Не Получается Потому Что Очень Жарко Ну Будем С вами Прощаться Хочу Вам Пожелать Крепкого Здоровья Ну И Поблагодарить Вас За Просмотр Этого Видеоролика Пусть У вас Все Будет Хорошо